Ну, очень сложно найти каких-то людей в эмиграции, я считаю, потому что, ну, потому что для американцев ты еще инопланетянин, а для своих ты, ну, свои, сами знаете, да, как друг другу второсортные, как обычно, почему-то так получается. Вот, ну, не об этом речь. И что касается, ну, что я хотела рассказать про плюсы-минусы, да, США. Да, конечно, здесь люди живут более качественно, более богато, можно так сказать, ну, не богато, просто могут больше себе позволить, исходя из зарплат, да, едят более качественную продукцию, то есть они могут выбрать вместо ГМОшной взять органик, потому что, допустим, в России все, насколько я понимаю, все ГМОшное, там все семена, и ничего нету нормального, органического, к сожалению. Здесь это есть, и как бы ты можешь этот выбор сделать для себя. Не могу сказать, что ты прям очень свободен, потому что, хоть она и позиционирует себя, Америка, ну, да, как свободная страна, на самом деле тут очень много гаек, которые закручиваются, и ты не можешь выше потолка прыгнуть, чем он есть. И, ну, есть свои, как бы, минусы, да, что и там сумасшедшие на улицах существуют, да, они могут, там, пойти стрелять куда-то что-то. Но, опять же, ты можешь себя обезопасить, да, и не так часто ходить в какие-то мероприятия, где толпы людей, но это тоже, опять же, ты же не будешь постоянно там, не знаю, ограничить себя с концертами или еще с чем-то. Опять же, ты можешь подумать о том, что уехать в какой-то штат поспокойнее, например, или там, где больше следят за порядком, или там, где меньше агрессии какой-то. Ну, то есть, да, есть такие места, и нужно просто выбирать. Ну, опять же, все очень относительно, и главное своими мыслями не притягивать всякую гадость и не думать об этом, поэтому, я думаю, ну, кто об этом не думает и не боится этого, с этим человеком ничего не случится. Ну, если это написано на его судьбе, да, опять же. Вот, в США, да, неплохо, но, опять же, да, смотрите, очень важный момент, который я поняла спустя год, да, я понимаю, что нельзя выбирать страну, в которую ты хочешь переехать жить, по климату. Ну, я, что я имею в виду, то есть, вы живете, например, вот как у меня, да, была ситуация, мы, ну, мы, как бы, вообще не собирались эмигрировать, да, я опять повторюсь, но мы жили, получается, в Сибири, ну, и мы поехали просто отдохнуть на океан, в теплышке погреться, вот, потому что осенью у нас уже прохладно, а тут еще, как бы, как лето, прям жара. Вот, и от этого, как бы, вытекает некоторый минус для меня здесь, потому что я поняла, что для меня и моего тела неприемлемо столько солнца. Ну, это просто, у меня сейчас очень много родинок новых появляется, и это меня настораживает, и мне это не нравится очень, потому что это сигнал о том, что что, что мои клетки, которые, как бы, не очень хорошие, они делятся неплохо, и размножаются здесь, вот, и это не хочется этого. То есть, да, можно себя там скрывать от солнца, в принципе, я особо на солнце прям не вылажу, там, не хожу под палящим, бывает, ну, не так часто, и там все равно постоянно в кепке или какой-то футболке или в кофточке легкой с длинным рукавом, поэтому нужно понимать, что если вы сибирский морж, то вам, скорее всего, будет не очень в Африке. Ну, то есть, да, это, я утрируюсь сейчас, но суть вот такая вот, то есть, нужно смотреть приближенный климат. Да, вы можете сделать так, чтобы климат был теплее, ну, там, не знаю, на сколько-то градусов, но не максимально, ну, то есть, не так, чтобы вообще там, не знаю, зимой у вас снега вот столько лежало, а вы приехали там, где его вообще нет. То есть, я об этом, и, ну, вот, как бы и реально, мы сейчас как бы не можем просто переехать, а я очень хочу переехать, переехать 4 сезона, потому что я понимаю, что мне, ну, и моему телу, и мне как-то намного будет лучше, я очень скучаю за снегом, очень скучаю за зимой, у меня прям, знаете, сейчас у нас осень, ну, там дождливо, солнце поменьше стало, и у меня прям депрессняк такой, что, что я хочу, я хочу в снежок прям, а это прям вообще, это, ну, получается, я всего вторая зима, сейчас начинается еще, мне уже так хочется снега, просто хочется рыдать без него. Вот, это как бы про минусы, да, ну, тут есть грязные, плохие районы, как и везде, понятно, и там бездомные люди, поэтому нужно понимать, что, если вы, да, вот Эрика тоже хочет снежок, но она вообще у нас родилась зимой, и я думаю, что ей очень хочется, да, ну, может быть, у нас в этом году получится съездить просто в снежок погулять, не знаю. И тут, конечно, в этом плане здорово, что ты там, не знаю, 3-4 часа, и ты как бы в снеге, но, знаете, много не наездишься, и все-таки здесь, знаете, вот, именно вот где мы живем, в Лос-Анджелесе, тут нету вот этих ярких красок сочных осенних. Мне очень нравится, допустим, в Орегоне, там, либо Вашингтон, Ди Си, да, вот, или сам Вашингтон просто, что-то, там вот эти вот краски, прям красные, желтые, вот, очень красиво. У нас они такие больше такого цвета, бежевого цвета, такого просто, листочки опадают, и все. Конечно, если поехать там, вот, как ехать в сторону снега, и там уже начинается такая более, другая немножко природа, чуть-чуть, и там есть вот эти вот цвета, но все равно это такая деревня-деревня, я в деревне не могу жить, я поняла, что мне нужно, чтобы рядом прям цивилизация была, большие дома, высокие, по крайней мере. Вот, что еще из минусов? Нужно смотреть из минусов катаклизмы, которые есть в США, в разных регионах, разные катаклизмы, вот, например, в Лос-Анджелес берем, да, здесь какие катаклизмы? Это пожары, каждый год, каждый год, каждый год спокойно осенью идут пожары. Это очень опасное, очень неприятное, волнительное событие. Мы даже вот в этом году мы видели воочию этот пожар, потому что в прошлом году мы только его вдыхали, так сказать, несколько дней, а в этом году мы ехали, ну, просто случайно как бы так получилось, мы поехали к друзьям, мы не знали, что там пожар, а у них прям возле ихнего города прям холмы, вот эти вот такие, ну, как просто холмы там, там даже есть жилые дома на холмах, и вот все было в пламени, все горело, перекрыты были дороги, хайвэи, мы там еле как проехали, такая пробка, вот этот гарь, дым, столько полиции, пожарных, вообще не из лучших такое, знаете. Вот, и второе, что здесь есть, это землетрясения, они не постоянные, знаете, там обычно вот эти маленькие, их не чувствуешь, то есть они есть или нету там, как бы. Ну вот, получается, недавно мы попали уже много лет, сколько, 10 или 15 не было такого землетрясения, а мы вот испытали его, это очень страшно, два дня было землетрясение, то есть там с перерывом в один, по-моему, день, и было очень страшно, мы с Эрикой испугались, мы были дома, ну, это капец. Вот, то есть землетрясения не постоянные, но периодически ты никогда не знаешь, то есть нету никакого прибора, который бы мог тебя предупредить заранее, что вот там будет такое-то землетрясение, столько-то баллов. И когда смотришь видео, которые, ну, именно находились в эпицентре, это далеко достаточно было, но это Калифорния, это просто вообще, там просто машину вот так вот все шатались, очень страшно, и, конечно, в таком эпицентре я бы не хотела находиться. Конечно, большой плюс здесь, что это океан, то есть, ну, конечно, если бы жить к нему поближе, потому что мы далековато от него живем, чтобы был вот этот морской бриз, это очень полезно, это йод. В воздухе у тебя постоянно это определенный запах. Вот мы были в Монтерее, мы путешествовали, очень там здорово, очень красиво. Мне природа с Северной Калифорнией больше понравилась, она больше такая хвойная. Вот, и там Монтерей, сам этот небольшой город, и он прямо находится на, ну, на побережье океана, то есть весь город, можно сказать, он как бы в линии океана, и там везде вот этот аромат, запах, морской бриз, вот этот очень здорово, мне очень понравилось. То есть, да, если жить в таком месте, то, конечно, здорово. А если жить там где-то в Новоебенево, далеко, то есть, а смысл, и вы на океан не будете так часто ездить? Да, может, первое время вы будете прям каждую неделю ездить, но потом там раз в месяц, за 100%. Поэтому и раз в месяц можно съездить и далеко, и куда-нибудь там, не знаю, если у вас там 3 часа до океана, 5 часов, поедете просто. Потом, что еще? Ну, Калифорния, ну, в частности, Лос-Анджелес, очень такой, да, я сказал, уже грязный город, здесь очень много приезжих, беспредел все равно какой-то встречается, в том смысле, что там кто-то водит не очень хорошо, там орать может еще что-то, потому что здесь как-то все лояльны, более-менее, и все понимают, что там много приезжих, и вообще, знаете, многие американцы, они не хотят жить именно в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, потому что здесь трешово, реально. Вот. Ну, так, я не могу прямо сказать вам сейчас много чего на скидку, но есть какие-то минусы, есть какие-то плюсы, но в большей части для меня, как бы, здесь лучше, спокойнее, безопаснее, да, ну, это для меня, да, для вас, не знаю, как для вас, для каждого по-разному, ну, то есть, нету одной таблетки для всех, да, есть разные таблетки разного цвета, разного вкуса, и нужно пробовать, пока не попробуешь на вкус, не поймешь, какая таблетка твоя. В принципе, мне очень нравится США, нравится ихняя политика, ихние законы в большинстве своем, и, не знаю, нужно вообще, чтобы понять, нужно путешествовать. Самые лучшие и мощные эмоции, которые дает нам жизнь, это путешествие, но это по мне так, поэтому нужно стараться и находить силы и, ну, как бы, возможности попутешествовать прям, ну, хотя бы по России, то есть, если вы живете прям в России, там, путешествуйте в красивые большие города, смотрите архитектуру, природу, погоду, общайтесь с новыми людьми, это очень здорово, то есть, даже, ну, я не знаю, где-нибудь живете там, не знаю, в каком-нибудь маленьком городе в Казахстане, ездите в Астану, путешествуйте хотя бы внутри своей страны, постепенно там путешествуйте в округе, потом дальше, 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 потому что это... Эрико! Потому что это очень-очень важно. Это ваша жизнь, это ваши чувства, ваши эмоции, и вы не сможете уже второй раз прожить их. Жизнь, она же очень короткая, да, зачем ее тратить на... на всякую фигню? Трати на то, что вы хотите. Ну вот, я попыталась рассказать свое видение. Здравствуйте, у нас ассистент в кадре. Пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок-пок. Вот, это я рассказала про свои эмоции, про свое видение. Я не хочу, чтобы у кого-то создавалось впечатление, что здесь все так радужно и прекрасно. Да, безусловно, здорово, прекрасно, очень красиво, очень приятные люди, особенно если вы живете в хорошем районе, то есть в плохом районе это не относится, чистота, приятные люди, это не все не о том. А вот сейчас мы в хорошем живем уже в районе, и здесь люди намного приятнее, выпчивее, реально заряжают тебя положительными эмоциями с самого утра, и чисто, очень на улицах, очень красиво. То есть, вот из этого все очень приятно, конечно. И опять же, вот знаете, хотелось рассказать про то, что сезонность, да, если вот зимой там будешь сидеть дома у себя, на карате ты тут тоже дома сидишь, у нас сейчас дождь, целый день идет будет дождь идти, скорее всего, у нас зима, сейчас все, дожди начинаются, все, капец, ты тоже сидишь дома, и тебе тоже выйти холодно, ты одеваешь ту же самую куртку, ту же самые кроссовки, грубо говоря, и там садишься на машину, куда-то едешь. То же самое и в зиме там будет, да, у тебя, потому что здесь все-таки в США особо нету таких прям больших холодных зим, не знаю, как у нас в России, да, там в Сибири снега завалит, ну там, если-ка-нибудь Аляска, может быть, или какая-нибудь, я не знаю, ну в Чикаго еще холодные ветра, да, вот, например, ну вот в Нью-Йорке, там в Вашингтоне снег полежит, не знаю, может, неделю. Все, мне недели снега достаточно. Вот, поэтому, поэтому здесь не так все равно холодно, в любом случае будет, вот. Вот, а, кстати, еще хотел сказать, что вот Лос-Анджелес, он не по энергетике, ну не в стопроцентном, но похоже, знаете, по энергетике на Москву. Очень похоже на Москву, и только такую, знаете, расслабленную Москву, такую похуистичную, такую, знаете, вот, ну и мне не нравится эта энергетика вообще, не очень. Для путешествий, опять же, вот Лос-Анджелес, для путешествий очень круто, то есть здорово, все классно, но для жизни нет. Во-первых, тут очень сухой воздух, и я думала, знаете, что, первое время я думала, что, о, классно, сухой воздух, я так не люблю, вот, это потеть, влажность, а потом я поняла, что у меня кожа так страдает, я ее масочком мажу, как будто бы не мажу, или там волосы тоже такие сухие, постоянно масочком нужно мазать, но я как бы и так, ну, как бы мазала, и там, в России всегда я масочком все мазала, но ты не видишь этого эффекта, когда ты в России помазал, а они у тебя, знаете, все равно влажность есть в России, ну, вот в Сибири у нас, допустим, и ты такие, волосы, они как бы немножко такие у тебя, ну, не то, чтобы влажные, но типа в воздухе, когда это влажность, и ты масочком еще попитала, и они такие шелковистые, классно, здесь я не могу такого эффекта сделать, потому что здесь очень сухо, ну, это пустыня, то есть нужно понимать в пустыне свои проблемы, и, ну, то есть нужно к этому быть готовыми и что-то с этим делать, но, хочешь? Ну, опять же, нужно четко понимать, зачем и почему, и почему именно сюда, и точно вы ли этого хотите, потому что, ну, вот в Лос-Анджелесе, да, такие вот все распиздяи, и кто-то что-то вам сделает, там, не доделает, это нормально, придут еще раз переделать, и всем ничего, никому ничего не надо, ну, такие расслабленные все просто, это немножко бесит на самом деле иногда, вот, а потом, допустим, взять Техас, там такие все роднеки живут, ну, не все, но много, и такие простой народ, очень простой, например, потом, а, ну, что еще вот в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, очень легко увидеть однополые браки, в смысле, на улице людей, они не агрессивные, они меня не раздражают, мне вообще без разницы, фиолетово, что там у них и как, меня больше заботит вопрос, что это видит мой ребенок, и он считает, что это нормально, то есть, ну, для меня это не очень, поэтому мне нужно какой-то менее демократичный штат, наверное, вот, потому что я к ним вообще нормально отношусь, я могу даже с ними дружить и общаться, если будет, ну, так случится, если в жизни, я вообще абсолютно нормально, но я просто имею в виду про таких людей, которые, знаете, показушно ходят за руки и целуются на улицах, не то, чтобы это запрещено, но просто я не хотела бы, чтобы это видели мои дети, вроде бы все рассказала, что хотела, видите, у нас вот тоже холодно, я сижу вообще вот в теплой-теплой кофточке, поэтому я не вижу большой разницы, жить там или здесь, в снеге или в тепле, все примерно одинаково, про океан, как я уже сказала, вы не будете туда постоянно ездить, только если вы живете прямо на первой, второй, третьей, четвертой линии, ну, то есть рядышком, да, когда там можете 15-20 минут дойти до океана, пешком, не дальше, туда вы будете чаще выходить, туда чаще выезжать, но когда вы живете там за полчаса, за 40 минут езды до океана, то уже вероятность того, что вы будете туда ездить часто, снижается прям очень сильно, вы, может быть, ну, вот я говорю, мы первое время очень часто ездим на океан, это очень здорово, это классно, я обожаю океан, и вообще, как каждый раз, когда я приезжаю на океан, я думаю, блин, как я не хочу уезжать отсюда только из океана, вот только из океана, все, что меня здесь держит, это океан, реально очень крутой, ну вот, и опять же, мы ездим сейчас на океан, ну, там, не знаю, раз в месяц, если не реже, то есть, в принципе, живя там в каком-то другом штате, в другом городе, я также смогу ездить раз в месяц на океан, опять же, зимой сильно не поедем, что холодно, ну, оденемся там, да, но бриз-то полезно все равно, я даже, знаете, у меня есть такой лайфхак, сейчас вам расскажу, когда кто-то начинает заболевать, ну, вот только первые симптомы, сопли там и все такое, мы едем на океан, и там прям дышим, 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 гуляем, 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 физически, что-нибудь лучше поделать, побегать, попрыгать, и на что бы все вышло, помогает очень хорошо, так что, это вам на заметку, спасибо всем за просмотр, кто посмотрел, надеюсь, были какие-то полезные мысли для вас, для размышления, я даже не знаю, не могу сказать вам, переедем ли мы куда-нибудь в ближайшее время, не переедем, останемся здесь, или не останемся здесь, мы сами не знаем, потому что у нас нет четкого какого-то плана или решения, все будем смотреть, как будет идти, потому что мы ждем каких-то документов сейчас, в ближайшие месяцы, а потом будет уже видно, пока мы вот в ожидании, в таком непонятном, потому что это наша реальность сейчас, всем спасибо за просмотр, всем любви, добра, пока-пока,